Всем привет! Опять у нас сегодня литье. Погода нелетная. Мы хоть морозы ударили, сейчас ни на лед не зайдешь, ни на лодки не выплавишь. Решил полить силикон. Тем более мы не обкатали еще новую форму. У нас еще три их было. Вот одну обкатали. Сейчас греется силикон. Хочу сделать, не знаю, нашел какой-то такой вот пигмент. Не помню что. Хочу попробовать, что за пигмент. Интересно, самому стало залить. Немного готовлю силикона, что мало ли, может он не рабочий, не знаю, что за цвет. И новая форма у меня уже на станке, уже прикрученная. Сейчас изогреется, зальем и посмотрим, что у нас получится. Еще есть тут одно дело. Вот эту надо залить форму. И вот эту формочку тоже зальем. Все вам покажу. Цвет готов. Смотрите, какой получился. Какой-то непонятно, то ли розовый, какой-то темный, немного фиолет, что ли, передает на солнце вот так. Давайте зальем уже на приманке, он будет совсем по-другому смотреться. Ну, такого цвета можно будет на судака пробовать. Я хочу в таком цвете сейчас сделать те обуви. Был вопрос, сколько у меня крутит стоит. Ну, опять же, это зависит от формы, сколько раз вы заливали. Если форма горячая, то, ну, минуты-полторы стоит точно у меня крутит вот так. Прошло минуты-полторы. Тормозим станок. Сейчас может, ребята, эта форма, кстати, не кралится, потому что заливаю ее оба опилы раз. И там, когда делают форму, видно, как чем-то их обрабатывают, там смазывают. И иногда получается приманка фиговая. Мы это перезаливаем и все. А так бывает, что сразу нормальное выходит. Что-то, да, розовое непонятно. Ну, да, они все вышли. Получилось прикольно. Надо было смазать. Штуки три уже вижу. Четыре приманки фиговые. Прикольные такие. Чего бы в таком цвете отлить. Вот, видите, приманка. Ну, смазка была и силикон не прошел туда. А так некоторые, видите, хорошие. Прикольные, да, такие? Леденцы именно. Одеваю такую вот форму. Ну, черную фиговую будет видать. Видите? Раз приманка, два приманка, три. То есть, три разных приманки размера. Не, тилога. Тилога, ну, в разных размерах. Довольно так удобно. Потому что тилога разлетается хорошо. И удобно ее лить так. Решил я, ребят, поэкспериментировать. Добавил фиолетового цвета. Сейчас посмотрим, что за тиложка получится. Ну, так же на рыбалке мы ее с вами и поэкспериментируем. Будем сюда, там, такой цвет. Блин, цвет прикольный. А вы пишите в комментариях, будет работать, не будет. И проверим как раз. Интересно, что же там получилось. Буду так экспериментировать. Нет, нет, заливать с вами какой-нибудь интересный цвет. И потом будем его тестить уже на рыбалке. Мало ли, может, подберем интересный цвет какой-нибудь, который не пробовали, который будет сюда головить. Но не все, ребят, удобно форме, когда, например, надо лить с хвостиком, с красным. Тут уже будет неудобно лить. Обалдеть. Обалдеть. Сейчас вам этот цвет покажу на улице. Ну, мне кажется, фиолетового надо было больше. Офигенный цвет. Ничего, затестим, посмотрим, как рыбка его оценит. Форму не смазывал даже. Сейчас потихонечку. Беру обычный за хвостик. Как раз проверяю, если хвост оторвется, то приманка фиговая. И сейчас на утиль. На улице у нас, наконец-то, зима. Ну, смотрите, ребят, цвет вообще шикарный. Особенно сейчас на фоне этого белого. Ну, видите, какие получились. Попробуем, как мы сюда как будто ловить. Цвет шикарный. Ребят, решил добавить такие вот блестяшки черные. Все-таки замешал я еще такой цвет. Сейчас сразу отолью партии две, чтобы можно было выставить их в группу. Может вас заинтересует, кто захочет купить. Ссылочка в описании на группу и на страницы. И вот черных решили добавить. Посмотреть, как это будет выглядеть. Фиолет, фиолет. Так, туда я добавил 9 капель. Сюда 13 капель. Сюда 13 капель. Что-то к этому еще добавил. Свечение было лучше. Все делаю всегда на глаз. Цвет понравился. Все. Значит, прием. Что-то похожее появляется. Сейчас добавим. Добавляем. 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 Подогреваем. И заливаем. В объемном цвете, в объеме, то есть цвет такой прикольный. Но сейчас может зачернулось, а оно блестки тоже дают какой-то свой цвет такой. Когда перельешь, такая паутинка образовывается. Но если сильно ливанешь, то все будет в паутине от силикона. Раз уже так бывало, было интересно потом кухню убирать. Момент истинный. Если, например, у вас не успел остыть, то силикон начнет сюда выливаться. Ну, опять включаете станок, да и все. Ничего страшного. Ну, вот я говорю, минуты полторы у меня он крутит. Опять же, смотря как форма. Если прям совсем у прогретой формы, я думаю, дольше будет, потому что они нагреваются тоже неплохо. Он, по-моему, температура 180 градусов, когда силиконом начинается пульверизация, рабочее состояние. Открываем, открываем. Что, получил я тот же цвет? Вот. Вот это скидываем. Форму опять не смазала. Ага, черные блестки. Нет, чуть другой получился. Но черные блестки, блин, прикольно смотрятся. Опять же, на солнце, наверное, он будет опять по-другому выглядеть. Да и этот цвет прикольный. Фиолетового много добавил, чуть поменьше над фиолетовым. Все, она тоже красота получилась. Ну все, ребят, закончил. Остались вопросы, пишите комментарии. Можете в группе ВК. Ссылочку оставлю на нее в описании, где есть силикон, можно купить. Где можно купить данный товар, на который я пользуюсь. Вот такие вот дела. Все, всем пока.